Ученый спрогнозировал, чем может закончиться Игра Престолов. Культура ученый спрогнозировал, чем может закончиться Игра Престолов 3.40. 360.2011. Кадр из сериала Игра Престолов. 360.2011. Вашингтон. 18 мая РИА Новости. Алексей Богдановский. Американо-немецкий ученый. Специалист по средним векам Рихард Утс считает, что популярнейший сериал канала HBO. Игра Престолов может окончиться совсем не тем, чего ждут фанаты. По мнению Утса, которым он поделился с РИА Новости, бесконечные конфликты мира Семи Королевств могут так и не разрешиться, оставив зрителей с открытым финалом и бесплодной землей на руинах войны. Последняя серия фэнтезийной киносаги по книгам Джорджа Мартина будет показана в воскресенье. Зрители до сих пор не знают, как разрешится основной сюжет и кто из персонажей сядет на Железный Трон, получив власть над Семью Королевствами. Перед началом финального сезона я был убежден, что одна из сильных женщин, с наибольшей вероятностью Санса или Ария Старк, произведет в конечном итоге если не хэппи-энд, то по крайней мере какое-то разрешение ситуации. Но чем больше мы подходим к концу сериала, тем больше я убеждаюсь, что мы можем остаться с открытым финалом или продолжением хаоса. Это представляется единственным логическим завершением, потому что Игра Престолов никогда не может по-настоящему завершиться, сказал Уц. Вчера, 16.26. Ученые Стэнфорды раскрыли социальные корни Игры Престолов. Предыстория изображенная, в сериале, история фэнтезийного мира Игры Престолов циклична. События, войны, свадьбы, союзы и поколения персонажей бесконечно повторяют все те же благородные и чудовищные деяния, как лодки, борющиеся с жестоким течением рока. Колесо Фортуны или Рока это лучший символ для истории Игры Престолов. «Не будет войны, которая положит конец всем войнам, не будет битвы, которая прекратит все битвы», — пояснил ученый. «Мы останемся с тем, что описывает Томас Эллиот в «Бесплодной земле» поэме о мире после Первой мировой войны, которая должна была закончить все войны», — сказал Уц. Он процитировал четыре строчки из главы поэме, которая называется «Огненная проповедь». «Река бездомна, с уставами листва. Цепляется и валится на мокрый берег. Ветер. Молча метет гниющую землю. Исчезли нимфы. А тем, Зо, не шуми, пока я допою». Сериал Игры Престолов уже стал одним из наиболее популярных в истории. Он также получил благосклонные отзывы критиков и завоевал рекордные 47 наград Эмми. В сериале рассказывается о вымышленном мире Семи Королевств, где сражаются за власть ряд аристократических семей, в то время как на человечество надвигается экзистенциальная угроза потусторонней расы иных. Сериал известен проработанностью сюжетных линий персонажей, неожиданным развитием событий, включая гибель главных героев по ходу действия, а также сценами насилия, которые вызывают споры в США о пределах допустимого на экране. 16 мая, 11.46 фанаты игры Престолов потребовали от HBO переснять восьмой сезон сериала.